Там наверняка помогают гримеры, костюмеры, которые создают этот образ картины. У меня целая команда большая, 13 человек. Мы работаем, ну и плюс ко всему я пользуюсь фотошопом, без чего невозможно создать такие фотографии, потому что не обязательно... Можно снять очень один к одному, очень хорошо, но нужно подогнать цвет. А цвет довольно сложно найти. Сейчас не бывает таких тканей, такого качества, поэтому цвет – это очень важно. Плюс там можно убрать какие-то изъяны на лице, но сами черты лица я никогда не трогаю. Девушки иногда просят увеличить грудь, что я делаю с удовольствием. Я бескровный, лучший пластический хирург в России. А безделушки, вот то, что появляется тоже на ваших фотоработах... Не безделушки. Какие-то вот, не знаю, старинные украшения, то есть то, что появляется... Это всё настоящее, и я вот даже специально в Риге остаюсь на один день, чтобы пойти на блошиный рынок и чтобы что-то там нарыть. Для новой уже серии? Конечно, конечно, естественно. А скажите, бывало ли так, что вам кто-то заказывал свой портрет, но именно заказывал как? Предлагая себя в качестве модели, ставил условие, что он вам готов заплатить, но хочет забрать эту работу, предположим, чтобы использовать... Ну, она висела у него и никто не увидел. А это называется частный заказ, конечно. То есть такое тоже случается? Да, зарабатываю, естественно. Другое дело, что он не будет напечатан в караване, но это его личный заказ. И заказ его любимой девушки, его любимой лошади тоже такое было. Любимой лошади даже, да? А каким образом вы черпаете это вдохновение, где вы находите эти сюжеты? То есть понятно, что количество известных, знаменитых картин, которые известны всем, то есть то, что находится, печатается в каталогах музеев, ну, рано или поздно это же должно закончиться. Нет, это не заканчивается, просто заканчиваются какие-то хрестоматийные картины, которые знают все, Мона Лиза, Микеланджело, это заканчивается. Но есть еще очень много частных собраний, есть много музеев, которые открыты не для всех, поэтому это не может закончиться никак. Вот в связи с этим следующий вопрос. А в чем видите вы идею своего проекта? То есть есть ли в нем какое-то что-то глобальное? Вы знаете, я считаю, что этот проект просветительский, что люди улыбаются, глядя на известных людей, сравнивают их с картинами, но при этом они читают, что это, скажем, дамы с горностаем, знают, кто художник. То есть они немножко образовываются, они сравнивают, и все равно они читают, даже если это им неинтересно. И они узнают о новых возможностях, о новых художниках, о новых стилях в живописи. Поэтому я считаю, что все-таки это довольно важная часть моего проекта. Не только улыбнуться, но и что-то запомнить. В том числе и для людей, которых я снимаю. Очень много таких, которые не слышали о тех или иных художниках, и благодаря вот таким работам они что-то узнают новое. — Часто ли происходит, что вы видите, кто продюсер, скажем, вот этого портрета, то есть вот приходит, вы договариваетесь со звездой, но она себя видит в одном образе, а вам нужно, вы хотите видеть и совершенно в другом образе. Как вот происходит разрешение этого конфликта? — Я ее напою чаем. Я ее усажу, я ей дам представить журнал, я им покажу, кто в каких образах снимался, какие у меня есть проекты. То есть вот такая психологическая подготовка, мягкая такая, она дает свои результаты, и часто человек соглашается. Ладно, делайте, что хотите, я понимаю, что вы лучше это видите. Часто не соглашается, но в результате я, конечно, иду на поводу у людей, которые ко мне приходят, потому что я их пригласила вроде как к себе домой, и я хочу, чтобы им было хорошо, чтобы они были довольны. — Но есть ли такие, вот обычно все-таки звезды говорят, капризные, с которыми тяжело работать, с кем-то легче работать? — Естественно, конечно. Есть люди очень тяжелые, которые так родились, и мне их очень жалко. Я просто отношусь к ним жалостью, но понимаю, что если они достигли каких-то высот, и если они интересны публике, то мне их все равно надо снять. Поэтому им я предлагаю куньячок, например, чтобы они расслабились и потеряли все свои такие плохие душевные качества хотя бы на мгновение, поэтому находим как-то общий язык. — А есть ли те, с кем вы продолжаете сотрудничать, то есть приглашаете их не один раз, а второй, третий? — Ну, это поголовное большинство. С ними очень интересно, они творческие, они работают все время, они носят какие-то новые идеи, поэтому с ними просто очень интересно общаться. Плюс большинство из них очень приятные люди, и с ними и в ней работа очень интересна. — Нают ли вам советы, может быть, уже дети, кого брать, вот если говорить о молодежных кумирах, то есть кто сейчас там популярен, там Димати, там или... — Да-да-да, я абсолютно, и не подкованная в этом отношении, и ребята мне, конечно, советуют. Но то, что они советуют, не всем широко известно, но я стараюсь как-то прислушиваться, и иногда... Особенно они любят, когда я снимаю «Обнаженную натуру» и заказывают места в первом ряду. — Но случается ли так, что человек, которого вы вот сняли в образе, остался недоволен своей работой, ну, вашей, точнее, работой, и вот он говорит, что нет, я не хочу, чтобы там показывали работу или картину публично? — Бывают иногда такие случаи, когда я сняла недавно одну девушку в «Обнаженном виде», она увидела, говорит, как красиво, но муж меня убьет, поэтому эта работа лежит в архиве. — То есть, должно пройти какое-то количество лет или там... — Может быть, она разойдется. — Мы сможем, да. — Конечно. — А вы наверняка ведь знаете, что многие, ну, считают, что, ну, ругают ваши работы, то есть, начинаются такие споры, что можно ли вообще Диму Билана там... — Диму Билану никак нельзя, вообще в принципе. — Что можно вставлять в картины там или в мастеров, или, скажем, ну, не знаю, есть ли та грань вот какая-то группы, там, сливки или там фабриканты какие-нибудь, с которыми вы не будете работать, вы считаете, что это не подходит к каким-то великим полотнам? Есть ли в этом конфликт? — Нет, ну, есть люди... Ну, конфликт везде можно найти, даже в том, что вот у меня чай, а там сахара нету, скажем. — Конфликт, его же, если его искать, то он найдется. Просто, понимаете, вот моя работа — это игра. И вот у меня какие-то правила игры есть. И если кому-то они неинтересны, значит, это уже игра немножечко поворачивается по-другому. — Я намного проще ко всему отношусь, я не ищу конфликта, не дай бог, нигде. Вообще бесконфликтный человек, мне это неприятно. Вот, просто я работаю, работаю, вот и все, собственно. — Но ваша работа до того, как вы взяли в руки фотоаппарат, была связана с литературой. Вы занимались переводами, были профессиональным переводчиком, и переводили и романы Сидни Шелдон, и Ле Каре. Скажите, вот вас не тянет, ну, параллельно все-таки вернуться к этой профессии? То есть вы читаете, может быть, на иностранных языках книги, думаете о том, что... Или читая, там, скажем, думаете, я бы перевела лучше этот роман? — Да, это да, это есть, это осталось. Я редактирую все, что я читаю в уме, потому что иногда бывают чудовищные переводы, я вообще не понимаю, как они выходят. Да, этим я занимаюсь, но я отнюдь не жалею, что я бросила переводы, потому что это очень неблагодарная работа, это очень черная работа, пыльная и страшная, на мой взгляд. Хотя она, конечно, творческая, но она не дает той отдачи, которую от нее ждешь. Я вот не знаю, есть ли среди ваших героев какие-то популярные писатели современные, российские? Делали вы работы с, ну, не знаю, Дарьей Донцовой, там, с Акониным? Я делала и с Аксеновым, и с Кабаковым, и с Донцовой, и с Устиновой. Да, конечно, я работала. Они тоже присутствуют, как пласт такой литературный. Но ведь вы выросли вообще в очень такой, я не хочу слово говорить, там, богемной, но в семье, где бывали самые знаменитые люди Советского Союза. Да. И вы были таким ранним ребенком, то есть вашему папе было 24 года, когда он стал отцом, и вы же могли наблюдать практически всю карьеру, вот взлет, когда вы ощутили, что ваш отец, он очень и очень знаменитый человек, и что, ну, вот, ощутили то, что вы растете в семье гения. Я, во-первых, не понимала, почему мне надо, нельзя было играть в шумные игры, а ходить на цыпочках и сидеть там где-то в углу, потому что все шикали и говорили, что папа работает тихо. Я долгое время не понимала, что значит эта работа. Но потом, когда он выходил и читал стихи нам, семье, я мало-помалу стала понимать, что что-то такое, вот он ведь откуда-то их берет, как-то он их, где он их берет. То есть, ну, я это осознавала, шаг за шагом это все было довольно сложно. А в полной мере я поняла, когда он меня взял на концерт, на вечер в Лужники, и были полные Лужники, и он один читал стихи, люди вставали, хлопали, а те, кто сидел со мной рядом, совершенно незнакомые люди, повторяли каждое его слово, то есть они знали все наизусть. И я поняла, что что-то такое происходит, я была еще маленькой совсем, и я не то, что по-другому к отцу относилась, но я перестала обижаться, когда мне говорили, чтобы я тише. И я поняла, ну, довольно рано я поняла, что что-то не как у всех у нас в семье. Ну, вы вот как раз упомянули о том, что огромные стадионы собирали, вот, если достаточно было написать на афише, там, Рождественский, или, предположим, Евтушенко, или Вознесенский, и можно было собрать стадион. То, что сейчас собирают, ну, пожалуй, только вот или рок-группы, или какие-то звезды, там, популярной музыки. Как вы думаете, вот что изменилось? Почему вот в 60-е годы кумирами были у людей молодого поколения, там, одни люди, сейчас совершенно другие? Возможно ли возвращение того, когда люди искусства, люди, ну, образованные, интеллигентные, смогут также собирать стадионы, и к их голосам будут прислушиваться? Ну, наверное, к этому когда-то придут, но, понимаете, с появлением интернета уже стала совершенно другая жизнь. Люди читают книжки по интернету, и они стали, по-моему, менее образованными и более нахватанными, они менее заинтересованы в чтении, я просто слушаю по своим детям, поэтому, да и, в общем, как-то помельчали и посерели, мне кажется. Сейчас, в общем, такой эпоха серости немножечко. Сейчас нет таких величин уже, я не говорю про моего отца, это, так сказать, для меня это что-то недосягаемое, но мне кажется, что сейчас все стало таким будничным и сероватым, и таких всплесков, вот, скажем, в литературе их очень мало, их почти нету, поэтому я не знаю, что нас ждет, но это очень грустно.